Продолжение следует... 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 что я какое-то социальное влияние имею вот этими своими пьесами, или, во всяком случае, крайне малое. Это другая сфера деятельности. Понимаете, наша работа несколько заход к человеку с другого конца, с желанием залезть к нему в сердце, как какой-то поэт когда-то сказал, может быть, и здесь сидящий кто-то помнит, песенка «Лесенка в сердце чужое». Так же и пьеса, так же и проза «Лесенка в сердце чужое». Потому что, так я думаю, во всяком случае, главное, это надо человека настроить, вот как настраивает инструмент, перед тем, как исполнить какую-то очень хорошую вещь, инструмент настраивает, чтобы он не фальшивил, чтобы была нужная тональность, чтобы все было изящно и хорошо. Так человек должен настраивать себя на жизнь. Причем на всю жизнь настроить себя невозможно. Так же, как на инструмент. Вы знаете, исполнит вещи, а потом опять что-то там подкручивает, колки, подтягивает струны. Приходит настройщик и рояль поправить со временем. Так и в жизни надо себя настраивать. Настраивать периодически, понимаете? Тогда человек будет звучать как-то хорошо. А то он разладится, он весь разбултан, он весь нервный, он домой приходит, уже с работы устал, не до детей, не до жены. Давай скорее. Чего давай? Почему? Скорее. Погоди, погоди. Жизнь всегда сложна, жизнь всегда сложна. Горький говорил, жизнь всегда будет достаточно плоха для того, чтобы желание лучшего не угасало в человечестве. Видите, какая изящная фраза? Не очень, очень умная. Вот мне и хочется предложить вашему вниманию, и не только вашему, а предложить нашим телезрителям одну каплю, называется это «Капля хозяин». Ребята, это роскошное заведение. Ничего, здесь отметим. Ну как же, здесь знаешь, как готовится? Пальцем разводится. Я точно говорю, я сюда наведу ищу. Причем, вправду, вот тут вас нос накормим. Если, ем. Усть чужих имений мне не знают. Ну ладно, рискнем. Закажем цыпленка табака. Я не могу. Ну не нужно табака. Ну надоело. Ну надоело табака. Водоело. Жульенчик. И жульенчик твой. Вот где у нас, ты понимаешь? Мы сейчас пойдем никому пройдем. Мы заказываем стоп. Ладно, все. Не рыбу. Местов, граждане, нет. Ну как нет? Совсем нет. Разрешите я посмотреть? Не может быть. Отойдите от двери, молодой человек. Спокойно. Я только загляну. Что там, зоопарк? Чего глядеть? Не видели, как люди кушают? Там есть свободные столики. А я говорю, нет. Я здесь хозяин знаю. Не лезь по-хорошему, тебе говорят. Тихо, тихо, тихо. Только без рук. Без рук. Тестов нет. Сказано тебе. Хулиган. Да. Вы дома просто сошли. Это же молодой ученый. Горностаев Владимир Игоревич. Он кандидат наук. А вы? У меня у самого голубушка сын член-корреспондент Академии педагогических наук. А дочь профессор по физике. Мы кандидатов дома на порог не пускаем. Мы если пирог с рыбой печем, то вот какую рыбину покупаем. Не то что кандидат. Кандидат что? Мелочь кости. Ешь да плюешь. Царь, ну посмотрите. Царь, все. Отметьте. Ген, а вы что здесь, братцы-кролики, вы что меня ждете? Нет, вот, не пускают. Молодцы, не волнуйтесь. Ну я не волнуюсь. Здравствуйте, Федор Ипатьевич. Как жизнь? Местов нет. Володя, погуляй, погуляй. Володя, погуляй. Федор Ипатьевич, дорогой, я понимаю, что местов нет. Откуда этим местам-то взяться? Ну что, ресторан же не метро ведь, верно? И всех не втиснет. И потом ведь кому ресторан, а ведь кому и на троих. Бутылочку в подъемке на холодочке, верно? А у нас вот сегодня вот эта очаровательная дама защитила диссертацию. 18 шаров, все белые. Ну, как это не отметить-то, Федор Ипатьевич, а? Местов нет. Федор Ипатьевич, ну, дорогой, ну, что с тобой, а? Ну, меня же не залишится, ты же знаешь, а? Прогони вон того нервного, тогда устрою. Чего? Нервного, говорю, прогони, он плохой. Его что? Да. Ну, молоди. Ну, молоди. Федор Ипатьевич, ну, как я его могу прогнать, когда это мой друг? С ним не пущу, он грубый. Ну, тихо. Ну, что? Володя, Геннад. Володя, я тебя прости. Знаете, дорогой, сейчас я пойду, куда следует. Ну, вот, видите, ты меня не смеши. Нету теперь этого, куда следует. Это раньше было, куда следует. Теперь нет, поди поищи. Как я его могу пустить, когда он в порядочном месте себя держать не умеет? Геннад, дай ему рубль. Я тебя прошу, Володя. Дай ему рубль, тогда пушь. Дай ему рубль. Мы рубли не собираем, Миле. У меня пенсия 120 рублей. Жигули имею, ковры, люстра. А пусть и нам сложи и бра. Ясно? Что? Бра! Вот чего. Вон Илья на вешалке. Дву гривен и принимает. У него пенсия 32 рубля. Он бедный. Так, ну, в конце концов, ну, зачем теряем время? Ну, что? Я пойду к директору. Погоди, Володя, не надо. Володя, не надо. Гена, у меня если да, то да. Если нет, то нет. Володя. Я принципиальный человек. Дорогой, где директор у вас? Справочная на улице, за углом налево. Ну, ты видишь. Ну, вижу. Всё, я пошёл. Всё, всё, всё. Пускай, пускай ходит. Директор в Болгарскую народную республику уехал лекции читать. А он найдёт администратора главного. А главный из Чехословакии в этом зале делегацию принимает. Кушаем. Ну, кто-нибудь-то найдётся? Никого. Кругом один я. Фёдор Ипачев. Фёдор Ипачев, ну, нехорошо как-то получается. Ну, не по-товарищески. Извините, Геннадий Фёдорович, извините, не могу. Душа не велит. Без нервного пущу, а с ним ни за какие. Учить таких надо, вот что. Да выбирай ты себе умных товарищей, Ген, а не дураков. Ну, что он тут сразу на принцип полез? По принципу знаешь кто? Один бог может. Да мы люди, нам нельзя. А уж если по принципу хочешь, ходи голый. Принципом своим обогревайся. Рубликом меня взять захотел. Ишь, тут на днях вижу. Раздевается на вешалке бывший начальник мой. С женой, с детишками, четверо их. И суда идёт на меня, в дверь. А я местов нет. А он мне, здравствуйте, говорит, Фёдор Патич. Это ж я, говорит, бывший твой начальник Будальников. Здравствуй. И руку свою потную лапу тянет. А я зуб на него имел. Обидел он меня, когда работали вместе. Важничал очень. Я говорю, здравствуйте, бывшее моё начальство. Только местов нет. Он тут юлил у меня, у двери юлил. Очень ему хотелось дочку свою, младшую. День у неё рождения был по высшему классу отметить. А я не пустил. Да ещё нарочно при жене-то и детях в положение поставил. Он аж красный сделался, да лысиный. А дочка чуть не заплакала. У меня потом неделю первое мая на душе было. А этот твой, рублик, всё деньги, да деньги. Разве можно лучшие чувства за деньги продавать? Зачем же вы работать сюда пошли, если вы такой богатый? А я без работы не могу, милая. С детства правильно воспитывать в труде. Ну хорошо, ну раз ты хозяин. Твоя рука владыка, ну пусти. Ну пусти. Ипать. Это точно. Ну ладно. Люди вы, я вижу, приятные. А чью? Почему это? Говор мне твой не нравится. Какой говор? Тон. Не тем тоном ты со мной разговариваешь. А каким прикажете? Человек с разными людьми разными тонами говорить обязан. Если ты просишь, то он у тебя должен быть мягкий, тёплый, искательный. А ноты высокие, тонкие. Если кому замечание делаешь, холодно, скупо, отрывчато, из подчинённых. Ну а ежели в разнос, тут всю клавиатуру в ход пускай. Греми, рычи, пугай. А если за дамочкой хочешь поухаживать в целях, тут с прибыханием, с дискантом или на басах гур-гур-гур-гур. А дома с женой, с детьми тут вообще никакого тона не требуется. Тут свободно можешь отдохнуть. Дом на то и существует, чтобы человек от жизни и отдых имел волю. Вот ты за порог ступил, считай ты обратно в обществе. А в обществе разные тона требуются. Вот ты со мной говоришь, будто я тебе ровно. Это нехорошо. А как же я должен с вами говорить? А так, дорогой, чтобы я разницу между тобой и собой чувствовал. Какую разницу? Знаешь что, надоел ты мне. Я тебя жизни учу, а ты мне свои принципы хочешь показывать. Видал я всякие разные принципы. В гробу, в синих тапочках. Может быть, в белых видели? Я видал, в синих. Хотел я тебя пустить, они уже там. А теперь не могу пустить. Не могу. Не могу. Так, они там. Куда? Я вам покажу тон. С такими, как ты, одним тоном разговаривать надо. Он у меня, голубчик, есть. Обещал. А теперь не могу. Как он все порядки нарушает. Я таких знаю, которые с принципами. Я знаю, чего они хотят. Геннадий, отовсюду надо. Не пущу. Я здесь хозяин. Скажите, пожалуйста, какой смысл вы вложили в название пьесы хозяин? Ой. Мне кажется, это ясно, что это название ироническое хозяин. Ироническое название. Ведь, понимаете, ну какой же он хозяин? Он обслуживающий персонал. Я иду в парикмахерскую. Я иду в парикмахерскую. Меня обслуживает парикмахер. Хорошо, там чистую, значит, порстыночку сюда накинет. Очень аккуратненько пострижет, тут побреет эти височки, эти колончиком. Я, так сказать, меня обслуживаю. Она обслуживающий персонал. Вечером она идет в театр, и я на мою пьесу. Я являюсь обслуживающим персоналом. Я когда пишу пьесу, ну не в тот момент, когда пишу, а вообще-то думаю. Ведь вечером придет тысяча человек в зал. На разговор со мной я обслуживаю тысячу человек. Я должен быть интересным, содержательным, сказать что-то новое, интересное, во хорошей форме, в интересной. Их зритель вправе, как еще писал Буало, зритель покупает вместе с билетом, право свистеть и хлопать. Значит, он может свистеть, но у нас, так сказать, публика такая воспитанная, она просто в антракте уходит. Да, вот, деликатная публика, если не нравится. Вот этот швейцар, можно было продолжить каплю этого, вот это интересно бы было, но я бросил эту затею. Вот он кончил работать, и он идет в парикмахерскую. А в парикмахерскую он старый человек. Он все-таки за день устал, много на ногах, чего тут говорить. Ну и он идет в парикмахерскую. Вот свою бороду привести, такой еще более холеный вид. А две парикмахерцы стоят и болтают. Дуська, ты знаешь, вчера я купила кофточку? Ай, какая! Он говорит, простите, я вот пришел. Подождите, подождите. Значит, тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. А он там, потому что они хозяева. Говорит, ну подождите, вы можете подождать? У меня и в парикмахерской бывали очень смешные истории. Очень бывали их, очень хорошие. И везде, и сестра. У меня, я помню, как я все время в одной парикмахерской стригся, у нас ее закрыли. И там милая такая девушка стригла, стригла меня. И уже знала, кто я, чего я. Потом что-то я стригусь. Она, я говорю, смотрите, волос-то уж как мало. Она говорит, ну уж вы все хотите. Это очень мило, верно? Так что я не хочу сказать, что вы обслуживающий персонал весь. Наоборот, я очень встречаю иногда людей остроумных и приятных. Я всегда и люблю это повторять, что самые драгоценные на Земле добрые человеческие отношения. Ай, как это хорошо. Виктор Сергеевич, у меня вот такой вопрос. А как бы вы сами себя повели в подобной ситуации? Если бы он не пускал? Да. Я бы, конечно, тоже разнервничался, стал нервничать, но старался бы, конечно, сдержаться, хотя с возрастом становишься более раздражительным, чем молодой. С этим бороться вы считаете? Вот я могу своим, так сказать, перышком. А вам не кажется, что единственный, так сказать, если можно сказать, способ борьбы, это не принимать тех условий игры, которые навязывают такие люди? Ну да, уходи. А если мы эти условия принимаем, тогда вправе ли мы возмущаться? Нет, совершенно верно. Совершенно верно. Это обратная реакция, вызывает раздражение у тебя. А из-за чего я говорю, что я раздражаюсь и стараюсь уходить? Потому что я становлюсь похожим на него, я стараюсь уходить. Значит, вы считаете, что лучше всё-таки уйти, простите? В данной ситуации, да. И вообще в таких ситуациях, я считаю, это вопрос серьёзный, мы сейчас затрагиваем этот вопрос, и может быть он не входит даже в нашу сферу, вопрос борьбы. У меня очень за жизнь вырвался взгляд такой на борьбу, и вот вы об этом говорили, очень осторожный. Потому что в процессе борьбы, вот как этот молодой человек, который хотел туда пробиться, он становится тоже сам агрессивным, сам становится наглым. И вот имейте это в виду, все вот, кто здесь сидит и кто нас слушает, что бороться надо со всеми явлениями, но очень зорко следить за собой. В процессе борьбы ты можешь сам деформироваться. У тебя сильный противник, ты ожесточаешься, начинаешь применять хитрые, кривые приёмы, брать на вооружение его кривое оружие, и ты сам деформируешься. И когда ты уже победишь и, допустим, станешь на его место, ты можешь оказаться хуже его, который был, с кем ты боролся. Происходит такая деформация человека. Между прочим, я вам прочту сейчас коротенькое очень стихотворение Пушкина, которое просто, у меня, я его читал раньше, но не обращал внимания. Знаете, Пушкина ведь надо читать всю жизнь. И вот я вдруг наталкиваюсь, вот то, о чём мы говорим. Значит, не пленяйся бранной славой, о, красавец молодой, не бросайся в бой кровавый с каравахской толпой. Знаю, смерть тебя не встретит, а зраил среди мечей красоту твою заметит и пощадовывает ей. Но, боюсь, в пылу сражений ты утратишь навсегда скромность робкою движенья, прелесть неги и стыда. Здорово. Гений, гений, гений. Вот я, как у меня всегда, что-то, когда ты читаешь, то чем ты в это время озабочен, чем ты, ну, как говорят, болеешь, из книг тебе прямо идёт в душу. Вот это стихотворение, как я увидел, ахнул, думаю, господи, я как раз об этом думаю, как Пушкин. Ай-яй-яй-яй-яй, ну, что тут? Так он хорошо сказал. Да, как он, точно. Вот, да, значит, давайте посмотрим вторую каплю. Называется она «Заступница». Здравствуйте, Константин Григорьевич. Здравствуйте. Я дочь Перекатова, Ивана Николаевича. Меня зовут Лариса. Здравствуй. Здравствуй, Лариса. А, это ты. А разве вы меня знаете? Ну, а как же. Мне мой Вовка о тебе рассказывал. Вы с ним в школе за одной партой, да? Да. Ну, вот, садись, Лариса, садись, вот, бери кресло. Присаживайся. Уж не ты, Лариса, моего Вовку щипрешь, а? У него вот тот-то-то синячище. А он меня каждую минуту своей вторую ручкой вбок, тык-тык. Ручка тебе вбок? А, скажи-ка, растет парень, растет. Вот именно, а как маленький. Мордочка у тебя симпатичная. А Вовка у меня парень умный, да? Умный. Что-то ты как-то так сухо, Аня, умный, вроде плохой. Ты скажи, в чем дело? Я отец, я в случае чего. Да нет, он учится хорошо. А чем же он тебе не по вкусу? Я же ничего плохого о нем не сказала. Ты учти, Лариса, я директор целой фабрики. А почему меня директором сделали? Потому что у меня глаз рентген. Как гляну, каждого насквозь вижу. А ты не пугайся, я шучу. Значит, жаловаться пришла. На кого? На Вовку. Вы что, меня за дурочку считаете? Ну, тогда что у тебя? Давай, говори быстренько, мне некогда. В чем дело? А я насчет моего папы. Может быть, мне не стоило к вам приходить? Нехорошо, когда младший вмештил дела старших. Пришла, так пришла, если дело. Я бы, конечно, ни за что не пришла. Но дома такая обстановка. Мама плачет, Никита где-то пропадает. Ну, 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 ну. Папу словно подменили. Пить много стал и часто. Слушай, а что с ним стряслось-то? С твоим батей. И вот, когда пять лет тому назад сюда пришел, тише его человека не было. И глаз ясный, работал как часы. Может, ты там что-нибудь подноготное знаешь? Ты давай, давай, без стеснения, я в случае чего помогу. Ну, замечаешь? Видите ли, папа несовременный человек. В каком разрезе? Ну, он какой-то вот старомодный. Вот, например, меня за день раз двадцать схватит и поцелует. Это когда подбухает, что ли? Нет, и когда трезвый. А, ну, моя Вовка тоже таки норовит лишний раз лизнуть, да он отбивается. Это же не современно. Наше поколение жёстче, проще. Ну, потом у него нет, вот, ну, стойкости. Вот что ли таких чисто мужских черт. Вот у нас во дворе есть мальчик Петя. Ну, просто железный. На два года меня старше. Что это за Петя? Да это не важно, я так, к слову. Давай пока Петю в сторону. Давай дальше, давай. Вот, по-моему, причина. Ну, ну, ну. Папа очень чувствительный, ранимый. Ну, чуть что обижается. Мама ему как-то говорит. Скажи Никите, чтобы он не являлся в час ночи. Или хотя бы звонил, если задерживается. Папа говорит. Как же я скажу, Шурочка? Мама Александра Васильевна зовут. Как же я скажу, если муж скоро 20 лет, и он студент третьего курса. Ну, в этом возрасте, Шурочка, человек сам все должен понимать. Мама на него. Я папа понимаю, он, конечно, прав. Никита большой, он уже выучился, его теперь жизнь учить будет. То он мне сам так говорит. И пусть оставит его в покое. Он хорош, только задерганный. Ой, ну нас ведь все учат и все дергают. Знаете, прям с ума сойдешь. Да еще говорят, мы грубы. Мы не грубы, мы только обороняемся. Да, извините, я все что-то сбиваюсь. Нет, ничего, ничего нет. Ой, какие же вы все одинаковые. Мой Вов. Чай хочешь? Спасибо, выпью, я волнуюсь. А ты не волнуйся. Не волнуйся, если дело чистое, чего самому себе нервы дергать. Два чай с лимоном. Мне, пожалуйста, без лимона. Значит, ты говоришь, что отец по слабости воли пить начал. Это, так сказать, причина, а повод другой. Ты отличница, что ли? Нет, я учусь неважно, почему-то не дается. Но Петя говорит, ты не отчаивайся, у тебя ученого ума не густо, зато природный есть. Петя, у тебя, понимаешь, авторитет. Он же старше на целых два года. Верзил, наверное. Да, высокий. Что-то мой, Вовка, как-то ростом не удался. Это верно. Спасибо. Здоровья. Спасибо, Елена Леонидовна. Пожалуйста, Константин Григорьевич. Бери баранки. Спасибо. Вот тут бутерброды с колбаской. Бери, бери. Так. Так какой, говоришь, повод? Выкладывай. Вы извините, но все, по-моему, получилось из-за вас. Из-за меня? Да-да, из-за вас. Интересно. Папа чувствительный. Ты говорила. А вы с ним, только, пожалуйста, не сердитесь. Вы с ним грубые. То есть? Мы смотрим, папа на глазах меняется. Понять не можем. Задерганный какой-то стал, нервный. По ночам стонет. А потом он, я слышу, как-то говорит маме. Не могу я больше, не могу. Чего ж он не может, интересно? Не могу, говорит, я больше с Сусликовым работать. Он не может, подал бы заявление об уходе. Брось пить и плыви, куда тебе нравится. Да мама ему так и сказала. А он, я же, Шурочка. Мама Александра Васильевна зовут. Ты говорила. Извините, я же, говорит папа, я же здесь 25 лет работаю. А с Сусликов всего ничего. Может, мне самому тогда заявление об уходе подавать? Да я подал бы, милый, подал бы. Думаю, швейная фабрика рай. Я подал бы. Так человек я подневольный. Где назначили, там и тружусь. А то подал бы. Если вы хотите, я могу попросить за вас. Чего попросить? Ну, чтобы вас освободили. Чего ты мелишь-то? Простите, ну, чтобы вас перевели на другую работу, получше. Вы только скажите, кому мне обратиться, кто вами заведует? Мною, милая моя, никто не заведует. Ну, я неправильно выразилась. Ну, вот кто вами руководит? Ты... Говори о деле. Я пришла просить вас не разговаривать с папой грубо и не оскорблять его. Когда это я его оскорблял? Когда? Как когда? Зачем, например, вчера вы ему сказали? У тебя что на плечах, голова или катка с капустой? Ну, я не помню, что я там говорил. У меня дело выше горла, всякую мелочь не упомнишь. Потом какое-то оскорбление, это замечание. У моего папы на плечах голова, а не катка с капустой. Так и знаете, голова. Папа наизусть половину Пушкина знает, половину Лермонтова, половину Некрасова. Даже прозу Гоголя знает. Знаете ли вы украинскую ночь? Нет, вы не знаете украинскую ночь. Минут двадцать подряд читает. Я всегда подряд засыпала, когда маленькая была. Мне говорит всё что-то, говорит. Да, на той же неделе вы папе сказали, катать бы тебе чурбаки, как та мартышка, а не в плановом отделе работать. Разве так можно? И за что? За то, что папа, извините вам, какую-то липовую бумажечку не согласился подписать. Липовую? А тебе, доченька, папа твой не рассказывала, что без этой липы могут у рабочих премиальные в конце квартала калоши накрыться, а? А я не знаю. А ты знай. А то вы в своих книжках одни и дела, да и интегралы учите. Мы учим, чему нас учат. Учат вас. На той же неделе вы при всех кричали на папу, назвали его Килькой. Мой папа маленький, худенький. Может быть, он и похож на рыбку. Да на всех я кричал, на всех. На всех это меня не касается. Кто позволяет на себя кричать, значит, он того стоит. А папа из деликатности не может вам отвечать. А дома... Да что особенно-то? Что? Как что? Что? Вы топчете его человеческое достоинство. Чего топчу? А если у человека растоптать его человеческое достоинство, он и не человек после этого будет. А так, на всё способным. И на воровство, и на обман. Он же не человек, если без достоинства. Или с горя сопьётся. Может быть, и с собой покончит. Папа не может жить, когда его унижают. Пусть вы директор, а он только плановит. Да, дорогие-то живут, живут. А я не хочу. А ты? Будет. Во-первых, ты не лезь, куда вашему брату не положено. Это почему это не положено? Это мой папа. Я совершенно свободна... Во-вторых, во-вторых. Слушай, ты на фабрике хоть раз в своей жизни-то была? Была, на вашей, на экскурсии. Ну и как? Интересно, только что-то много грязи. Где? И в пошивной у закройщиков. Уберу. Кого? Никого, а чего? Кого? Нет, я бы своему Вовке такую подколодную в жёны не посоветовал бы. А я бы за вашего Вовка, бы и не пошла. А чем же это он тебе плох, а? Чем плохо? Подожди, он к 15 годам под потолок вымахает, твой Петя к нему до плеча не достанет. А всё равно Петя на 2 года старше останет. Это уж вы и по большому блату не перемените. Ну? У меня 600 человек под началом. Да, Константин Григорьевич, я знаю, что вы сейчас скажете. Вы большую жизнь прожили, трудную. Воевали, наверное. У вас нервы расшатаны. Но мы-то в этом не виноваты. Вам расшатали нервы, вы будете расшатывать нервы, мы будем расшатывать нервы. Папа сказал, вы хотите вывесить выговор. Теперь, когда исполняется 25 лет его работы. Да задело ему выговор, задело. Нет, папа сказал, вы во всём виноваты. Теперь ищите стрелочника, на котором бы всё свалить. А это я во всём виноват. Это по моей вине опять пошили 250 платьев одного фасона, одной расцветки, которые по уценионным ни в одной деревне не берут. Это я планировал, не твой папа. А папа сказал, предупреждал, не хотел. А вы сказали, поток нарушать нельзя. Шесть чего есть, приказали. Слушай, Ларочка. Катись-ка ты со своим папой. Что? Вот вы как говорите. Я себе на хвост наступать не позволю. Я тоже. И оскорблять и мучить своего папу не дам. Мама плачет, Никита где-то пропадает. А я не мама. Имейте в виду, если вы не перестанете кричать на папу, портить жизнь ему и всем нам, я вас в такое положение поставлю. Что? Я такое устрою. Я туда пойду. Это что же такое? Да как вы смеете? Подожди, подожди, подожди. Ишь ты, туз выискался. Садца какая. Не смейте на папу кричать. Тихо, 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 тихо. Нет, не тихо. Я буду громко. Пусть сюда кто угодно приходит. Тихо. Имейте в виду, я в таком возрасте, когда мне ничего не страшно. Я в кружке авиадела занимаюсь. Хорошо. Я в кабине настоящего самолета сидела. Может быть, и в космическую ракету сяду. Тихо. Я всё могу. Я вам такое сделаю. Вас потом и с классским сторожем никуда не возьмут. Не смейте на папу кричать. Сдышите, не смейте. Лариса. Лариса. Лара. Ларочка. Лара. Ларочка. Ларочка. Лариса, Лариса. Лара. Лара, 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 Лара. Лара, Лара, Лара. Лара, Лара, Лара. Лара, Лара. Лара, Лара. 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 Лара, Лара. Лара. Лара, Лара, Лариса, что с тобой? Лара, 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 ну, ты что, ты что, с ума сошла, ты что, дурочка, а? Извините, я как-то воздухом подавилась, у меня больше нет сил, я больше не могу. Ну, 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 Лара, ну что ты, что ты, тихо, тихо. Я бы ни за что не пришла, но вчера он упал на лестничной площадке, соседи выбежали, увидели. Ну, тихо, 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 тихо. Вот как ты папу любишь. Хорошая ты девочка, так ведь не все папу любят, да? Это хорошо. Я не буду, слышишь, я больше не буду, Ларочка. Обещаю, обещаю, ну. Я бы не пришла, но папа слаб. Мама плачет, Никита. Я все понимаю, все понимаю, все, 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 все. Извините. Ничего, 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 бывает. Бывает. Ну вот. Я, конечно, могла бы через вашего Вовку действовать. Как это, Ларочка? Как? Ну, я бы ему все рассказала, он бы там с вами дома как мужчина с мужчиной бы поговорил. Ну, это знаешь, это по-ложему, это... Да, если я захочу, он для меня вот все сделает. Хотите, вот докажу. Нет, ну не надо, не надо, не надо, не надо. Чего доказывать-то? Зачем? Не надо, не надо. Мать и так слишком много воли Вовке дает. Извините, нам волю никто не дает. Мы ее сами берем. Я не хочу через Вовку. Нечестно будет, еще в долгу останусь. Ну да, ну да. Я послежу за собой. Постараюсь. Вот. Вот, ты говоришь, кричу. А на меня? Неужели на вас кричат? Ну, нет. Чего нет, того нет. Но, однако, когда план не даем, ну, или брак идет, или какие письма от трудящихся, на меня не кричат. Со мной мягко, тихо. Только от этого мягкого голоса у меня Ларочка каждый раз мурашки по спине бегает, как от змеиного шипа. Производство. Понимаю. Но я не могла к вам не прийти. Нет, я понимаю. Понимаю. Только папе, пожалуйста, не говорите, что я у вас была. Он не поймется, расстроится. Он же не современный. Ну, ясно. Могила, ну что ты, не полслова. Только и ты пойди мне навстречу. Вовке моему не гу-гу, а? Ладно. Нет, он парень хороший, но тоже слишком много от людей требует. А люди, Ларочка, они люди. Ой, все вы в этом возрасте. Скорее бы вы бы растали, что ли. До свидания. А? А? До свидания. Ага. Слушай. А что это, Петька, только на два года старше и все о достоинстве? Да ваш Вовка тоже хороший, но он не в моем вкусе. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Он оказался человеком опасным. Ага, вот этот хлюпик. Чем? Ну, оказывается, всё, что у нас делается, носит... Куда? Людям, от которых мы зависим. Ну, нет, ну, ты уж не весь что подумала. И не называй его хлюпиком, не надо. Да, и ещё вот что, Ларочка. То есть, ну, не кричи, не кричи, ну, не будь глупой. Ларочка – это девочка. Да не в том смысле девочка. Это школьница, шестой класс кончается. С моим сыном за одной партой сидит. Да, вот что ещё, Зиночка. Я сегодня сразу домой пойду. Кино отменяется. Жена звонила, ей не здоровиться. И с Вовкой поговорить надо. Что-то у него там не заладилось. Да нет, учится он хорошо. Мне с ним, как мужчина с мужчиной поговорить надо. Так что не жди. Ну, потом сговоримся. Ну, будь здорова, Ларочка. Ну, то есть... Зиночка, Зиночка. Чёрт. Алло. Руку повесила. Я хотел спросить. Вот девочка шестой класс. И мне кажется, в шестом классе настолько, что ли, умной девочки не бывает. Да. Ну, ты не прав. Нет, ну, чтобы прийти потом к директору и разговорить на такую тему, мне кажется, вообще конфликт был бы разрешён несколько иначе. И тут директор, он идёт как бы в поддавки с ней в разговоре. Да, это шутка. Вот за счёт шутки многое как раз скидывается. Да, ну, видите, на эту тему был у нас маленький диспут в Центральном детском театре. И кусочек даже из этого диспута показывали по телевидению. Одна девочка сказала вот так же, как вы. Ну, девочка школьница. Говорит, я не представляю, как может пойти девочка. А другая девочка вдруг довольно резко так, наклонив головку, сказала, а я бы пошла. Я очень люблю своего папу. Я бы пошла. И я по её характеру, по её интонации, по её взгляду понял, что такая пойдёт. Конечно, случай, повторяю, исключительный. Ну, пойти-то она пойдёт, но так разговаривать она не сможет всё равно. Опять-таки, не я судья. Так что я предполагаю, что это может быть. Может быть, и меня не жизненная правда беспокоила, а явление беспокоило. Понимаете, рикошетом вот на этой девочке. Мы ведь часто не знаем, от чего наши дети нервны, от чего от нас они отделяются, отдаляются. Мы часто не знаем. Они ведь очень скрытные. Виктор Сергеевич, вот вам не кажется, что в этой капле, пожалуй, самый интересный персонаж отсутствует? Это вот этот деликатный папа. Дело в том, что, вот первый у меня такой вопрос. Вы сами вот этого папу как себе представляете? Такого, каким его, как о нём рассказывает дочка. Она ведь пристрастное лицо, так сказать. Она и выискивает, так сказать, какие-то... Да, но я его представляю, как представляю всех людей, которые ранимы чрезвычайно. Вы понимаете, нельзя топтать человеческого достоинства. Вот она тут, девочка, правильно понимает. Раз у человека растоптано человеческое достоинство, а что и остаётся? Руки, ноги, язык, болтать, делать, что попало, как попало, врать, всё, что хочешь. Нет достоинства. Я немножко о другом хотел сказать. Вот здесь девочка произносит такую фразу, что люди, которые позволяют на себя кричать, они этого заслуживают. Но тут же для своего папы она делает исключение. А вот мой папа, он просто деликатный. Нет, папа никто не заслуживает, что на них кричат. Конечно, но он слабый, она говорит, он несовременный. Мы жёстче, проще. Мы можем ответить вам. А он, ну, неловко, вы знаете, неловко переходить на этот тон. А дома он, конечно, ну что вы, ну оскорбление. Раньше на дуэль вызывали и убивали. А теперь умываются. А мне хочется вот о чём сказать. Хотя вы назвали эту пьесу шуткой, но поднимаете очень важную этическую проблему, которая не так часто в искусстве поднимается. Это о защите ближнего человека. Потому что многие считают это, это ложный стыд. Как это пойти вдруг за своего и заступаться, что-то говорить. Как это можно? И каждый, наверное, из нас в какое-то время это, может быть, испытывал. А вы поднимаете эту проблему, мне кажется, очень правильно. И вот так, когда смотришь этот сюжет, думаешь, а так и надо. Потому что как ни ближний знает своего родного человека. И если он действительно в такой беде, а тут, в общем, большая беда. И поэтому, почему не пойти и не вступиться? Всё-таки, наверное, есть такие ещё директора, которые себя так ведут и ничего не понимают. Ведь, в конце концов, он, в общем-то, ничего и не понял. И, может быть, кто-то посмотрит и подумает о себе тоже. Может быть, как-то по-другому надо себя вести на производстве, возглавляя даже такую небольшую организацию, как швейную самую мастерскую или фабрику. Да, я понимаю тщету своих усилий, но, тем не менее, я убеждён, что всё равно надо против этого бороться, а бороться за другие отношения. Хотя очень хорошо помню строчки Некрасова. И погромче нас были витии, да не сделали пользы пером. Дураков не убавим в России, а на умных тоску наведём. Вот я совсем не хочу на вас наводить тоску, но я льщу себя надеждой, что всё-таки поубавится это хамство. Вот, пожалуйста, посмотрите другую каплю на другую тему. Называется, то есть не называется, а жанрово я её определил, комедия характеров. И называется «Квиты». Субтитры делал DimaTorzok Миша Миша Простите, ну Вы не Денисов Миша будете Да Не узнаете Нет Узнай, Миша, узнай Никак не вспомни Ай-яй-яй-яй Ну неужели я тебе ничего о себе не напоминаю, а? Нет, извините А вы не ошиблись? Здравствуйте, откуда же я тебя по имени не знаю? Ну давай, гляди, гляди Нет, ну вы скажите, вы кто вы? Аж ты какой хитрый, ни за что Мишка, ведь сейчас сойду, исчезну, мучайся потом Если б ты видел, какая у тебя сейчас эта физиономия Это извините не могу Нет, я не извиняю, ты давай вспоминаю Это тебе не кроссворды решать Река в Латинской Америке Великий русский путешественник на бок в УПИ Ну? Ну, наверное, в молодости где-нибудь по работе встречались? В Днепрозоржинске? Холодно, холодно В Сибири Тебя что, тоже туда отправляли? Нет, я на горе работал А нет, холодно, холодно Мне Сибирь не позарез Мне это вот чудненько, ну Ну, наверное, учились вместе? Фух Тепло, молодец, тепло В школьной? Очень тепло, очень В одном классе? Жарко Совсем жарко Попов Арктика, Антарктика Снег, лёд, метель Карпов Что у тебя за шрам Над левой бровью? Ой, Селезнёк Сразу догадался Я тебе, себе зарубку на Вике вечно оставил А ты даже не признаёшь Андрей меня зовут, если запамятовал Да нет, помню, конечно помню Как же, Андрюша Ну, здравствуй Здравствуй, Андрюша Ты сиди, сиди Ну, ты тоже, прям, скажем, не помолодел Ого Как деформировался А я сразу узнал О, память, да? Да Слушай, а лобик-то я тебе расколол Ты помнишь, по какому случаю? Да нет, не помню А я чётко Где она сейчас, а? Кто? У тебя что с памятью-то делается? Худо? Я же тебя из-за Людки Брэйкиной наказал Ну, помнишь? Ты мне хам Я тебе блям? Ой, я не знал, что ты тоже тогда на неё поглядывал, честный пионерский Не поглядывал я Брось, брось, брось Миша, брось У меня ведь память намертва, как машина, видал? Ну, ты взбесился Я, знаешь, на той побелел весь от злобы Я про неё что-то солёненькое отмочил, а ты Вы... Ты сейчас где? А я тут в Кратве Теле-ателье Механиком? Нет, брат Заведующий Не хухрым, мухры Смотри, ты тоже Таким люди-то вывелся, а? Ну, я вижу, вижу А, наверное, костюмчик классный Блиночки Ну, служишь-то где? Да, ну, окончил Баунский А я, брат, воевал Потом... А, кем? Он же воевал Кем? Писарем Почему? Ну, кем? Гус, семь, артиллерист И, понимаешь, я из пушки Ну, это комично, это комично А что это у тебя за медаль-то? А, это медаль Луриата Ленинской премии Какой? Ленинскую премию мы еще в 58-м году получили В тролле Что? Золотая Кажется Что вот так вот, не снимая ее, носишь? Не всегда Сегодня вот конференция была Смотри Забыл Как твоего отца-то звали? Федор, кажется? Нет, Алексей А, да Значит, Михаил Алексеевич будешь Михаил Алексеевич Выходит, вроде как русский царь Царь-то был под Алексей Михайлович Учил, не забыл Я и говорю, вроде царя Наоборот Да Ну, а... Ты для меня Ну, как был Мишка Вот так вот Мишке останешься Не царь, понял? Ну, понял Слушай, скажи А ты ведь тоже, наверное, за войну Умеешь всякие знаки отличия? А, это есть 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 Я не обижаюсь Есть В Москве живешь? Да, в Москве Квартиру подей Три комнаты, а? Четыре Иди ты А жильцов сколько? Трое Жирно Да, вот Сын был, отделился Ага Дочка замуж вышла Езжу к ней в гости Я ей дедушка Четыре комнаты на троих Мишка У нас же неплохо, а? Да Да, квартира неплохая Ну, понял Машину имеешь? Имею А как, своя или это вот? Казённая? Ну, на работе казённая Так, своя Ага Жигуль? Долга Старая? Новая Да, тоже не баран Накашлял А ты чё в электричке трясёшься? А не на машине? Да, тормоза барахлят Чинят От станции далеко? Минут двадцать пять Ходом Что, и не боишься? А чё? Ночь ведь А, да не Сын встречает, я позвонил Куда я позвонил? На дачу У тебя что там? Телефон есть? Да, есть А охрана тебе по должности не полагается? Почему нет-то, вот нет Загребаешь, поди, дай Боже Чё загребаешь? Ну-ка, красненький, фиолетовый Коричневики больно хороши Четыре сто рублёвки А, да, зарабатываю я очень хорошо Да, Миша, да Не то, что мы грешны Ну, Андрюша, ну сейчас не коммунизм, к сожалению Чтоб всем по потребности Иди, иди, ну не оправдывайся Я ж тебя-то не обвиняю, не оправдываюсь Я не оправдываюсь, не оправдываюсь Не в деньгах счастья Не надо, Мишка Почему? Нехорошо Почему? Ну потому что у тебя их навалом Ну Ты такой лопочный, ну, денег-то не бог Ну, полбога Нет, я серьёзно Я не шучу, Миш, но не юроводство Тебе ведь говорю Ну, Некраса Я могу это говорить со всей искренностью Ты же помнишь, как мы жили Мать почту носила Отца уже не было Школа, первые учебники Первые книги, друзья Река, рыбная ловля Целые миры, пара коньков в придач Помнишь, у Андрюша? В самом деле Счастье внутри человека Не вне его А потом институт тоже Ночью на разгрузке Уроки давал А внутри Тепло было И как-то, что пело Так что не в деньгах Счастье, Андрюша Миша Ты бы с этим делом От бюро пропаганды Лекции читал Там, говорят, за это дело Хорошие деньги платят А я тебе на это скажу Это философия-то Сытого Да, и вся её начинка Это раньше Когда люди были на низшей ступени развития Вот такая мура Она кого-нибудь утешала А сейчас нет Сейчас у людей Другая стадия развития Более высокая И запросы у них Ниже растут Сейчас ведь дураков-то нет Сейчас все знают Где, что, почём А если нет, где достать Не к лицу тебе такое, Миша, говорить Если бы я сказал Ну, я простой человек Ты же не говоришь Да я не скажу Потому что это глупость Да ладно Мишка, Мишка Где же твоя улыбка? Ты ведь и маленький Ты хитрый был Чего? Учительцы, бывало, спросят Кто хочет добавить Я помню, ручонку тянул Всё добавлял Наверное, все благат Сейчас тебе за ту самую добавку Наверное Наверное Да я любил учиться Сначала Баумский Потом Да говорил ты мне уже Про Баумановский Ты мне уже говорил Миша Ты мне мозги-то не пудри Я хоть твой Баумановский Не кончал тоже Голову-то на плечах имею И не опилками Оно у меня набито Если попусту Глазами-то, ушами-то не хлопать То же ведь, брат Всё же видишь Ведь всё же понимаешь Высшую школу Так сказать, уже на ходу Заканчиваешь Просто умел ты по жизни Ловко пройти Где пешком, где верхом Где припрыжку Ну а где На брюхе ползком А? Если надо было Сверху говорю Миша Миша Мы знаем, как умные люди живут Знаем Не умеем Рады, как говорится В рай До грехи тянут Я тебе откровенно скажу Душу пачкать неохота Мы честность ценим Прямоту И правду эту Как её матку Зато спим Спокойно Спокойно Да ведь ты тоже, кажется, неплохо живёшь Он целую сетку апельсинов купил А мои Детки, Миша Тоже дети А не насекомые там какие-нибудь Ну им же ведь тоже витамины Это требуется Ты меня уж совсем как-то криво понял Ну ладно, Миша, всё я понимаю Всё я понимаю Так ради Бога Ну не считай ты меня за недоразию Да я всё понимаю Хоть не лауреат Ну чудак ты, Андрюша Ну На чудаках-то, Миша Мир Держится На чудаках Да вот на таких простых людях Как мы Трудяги Я смотрю, всё-таки Наше государство Правильный курс держит На нас На трудяг Потому что, Миша, мы А не вы Соль земли Мы Народ Масса Ясно или уже позабыл? Почему же позабыл? А мне потому что Когда вот Там по своим верхам-то летаешь Может, голова-то От разряжённого воздуха Кругом идёт Мол, я райская птичка Главный человек Но мы-то, Миша За всякими вот такими Вот райскими птичками-то Внимательно следим Если уж очень высоко залетел Да не ту песенку Засевистел Мы с земли Так сказать Из берданочки-то Хлоп И ты опять на земле Ну, чтоб помнил Не забывал А из пёрышки по мнём Не серчай Руки грубые Вон в мозолях Пищу себе руками добываем Не всяким вашим Вот этим вот Умным и хитрый сплетенький Так что, Миша Хоть ты лауреат Но я тоже Кое-что есть, ясно? Да, Андрей Крепко-то сейчас новую усвоил Своеобразную Я и не забуду А то ведь такое неравенство пошло Смотреть-то больно Ну, вы что думаете, сидеть сейчас Против тебя, друг детства Лапать, лапать Ну, как тебе не стыдно Ничего я не думал По моей домашней философии, Андрюша Люди в своей человеческой сущности На свет рождаются абсолютно равными В твоей философии Ну? У тебя что, своя философия есть, да? Андрюша Не наша общая Вот это отдельно А, ну что, ну ты меня уж совсем как понял Ну, я не в прямом смысле Да, а ты в каком-то кривом, да? Миша, ой, смотри Слушай, ответь мне по-товарищески Откровенно, вот только не Юли Вот ты свою жизнь прожил честно Ну, вот как советскому человеку положено Без сучка, без задоринки Ну, Господи Один Бог без греха Вот, ау Откровенно Ценю Только я тебе про себя скажу Вот я не знаю, как там, твой Бог, у меня его нет Вот я свою жизнь прожил честно Ну, хорошо Хорошо, хорошо, на душе легко А в карманах не пусто Живешь ты ведь в обрез Вот, к примеру, дочке хочу пианину купить Коплю-коплю все не тянет Девочка способна, честный Говорят, есть, не играл в себе, да играл Шуршиков нема Как теперь, говорят, он еще сотни-две подкопить требуется Ну, вот она голова-то думает Болит Тебя-то, наверное, такие заботы не гнетут Достал бумажник, раскрыл Выпущу Андрюш, ты не рассердишься А ну, что? Ну, только скажи честно Ты не обидишься? Ну, да, говори, что я обиду Можно мне предложить тебе эти деньги? Я как раз получил у меня с собой Ты тебе хочешь мне 200 рублей дать? Да Тебе не стыдно? Ну, что особенно-то? Отдашь, когда будет? Да это отдал, отдал бы, не заживил, не украл Ну, так возьми Положи обратно Положи обратно Ну, я же от души Да душа-то, милая, у тебя черна Не стыдно? Ну, честное слово Я спрашиваю тебе, не стыдно? Стыдно Стыдно Стыдно, ну, чтоб ты Не думай, пожалуйста Да-да-да-да, Миша Ну, как же ты не понимаешь Что вот этим вот своим царским жестом Ты унижаешь Вот, честное слово Ну, и в мыслях не было тебя унизить Да не меня Себя унижаешь Не меня Вон, как бумажничек-то набит А уж на сберкнижки-то Я себе представляю Вот я и говорю, возьми От меня не отвалится Да вот возьму и возьму Что тогда-то скажешь Ну, что хорошо, я буду рад Не лезь, не лезь Обрадовался Где у тебя совесть, а? Не лезь, говорю Я подумаю Ну, ладно, давай Давай, возьму Для интереса просто Для интереса Лежись с тобой Вот, пожалуйста Не суй Не суй Еще не решил Думаю Не хочется мне тебе радость доставлять Просто как подумаешь, что ребенок Своими пальчиками По этим белым косточкам пианино бить будет Дышим Сиен, деньги-то держишь Вытянул Беру против охоты Только ради ребенка В скорости отдам, не бойся Я не боюсь Да ладно, Миша Всю твою психику По глазам вижу Это не так светло Миша, Миша Сделал Я на тебе Зарубку А тебя Может еще тогда В детстве Убить надо было Для блага Нашего общества Для равенства Шучу Шучу На детей Все Ползай А Вот сколько такая Медалька стоит Не знаю Не предстоит Торговать ее не собираюсь Нацепил Значит, чтоб все видели Вот, мол, я Лауреат Шире мне дорога Не троню Штет Ну Убери, говорю, в руку Нет, не уберу Последний раз, говорю Убери Не уберу Ну, я ж тебе сказал Хама Ты что? Мерзавец Вести себя не умеешь Так я тебе научу На какой бы Стадии развития Ты ни был С людьми Должен разговаривать По-человечески А не по-собачьи Понял? Не по-собачьи Ну что? Мерзавец Мерзавец Понял? Собачьи Мерзавец Я дурил просто Я дурил просто Вы не подумайте Я никогда против Не выступаю Что я ку-ку Я уважаю От радости Что у меня такой друг Но друзья все-таки Ведь друзья же В одном классе учили Мерзавец Мерзавец Я же в краты Вшел Лесная семья Зашли бы Ведь по пути же У меня тоже домик Порядочный Гаражик имею Пять комнат Виолетовой краской Покраска Такая красота Зашли Мне было приятно Николай с соседями увидели кто идет Вот Алексей Этот Миша То есть Михаил Извини Мне выходить И Андрюс Считай Что я тебе Твою плюху вернул Квитый Да Что Михаил Да нет Смотрю Не поцарапывал я тебя Как ты меня Тогда Нет Чисто Так у меня Тогда в руках Железяка Была Пока 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 Ниша Рад что тебя встретил Горжусь Надо же Лауреат Виктор Сергеевич Скажите пожалуйста Вот Эта тема Капли Была взята Из жизни Или нет Да Да Вы знаете Из жизни Из себя Автор Очень часто Берет Из своих Ощущений Явлений Жизни Из своих Ощущений Разных Характеров Кажется Есть некоторый Парадокс И люди Могут найти В словах Селезнева Казалось бы Много Правды Неравенство Там Он говорит Да Одни Хорошо Живут Другие Плохо Это Есть Это Есть Но понимаете Вот это Подлое Чувство Зависти Мерзкое Чувство Зависти Вот оно Я и хотел Показать Вы понимаете Это тоже Живет Неплохо Я помню В детстве Мы жили В Кострове Бедно 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 Стулья были Какие-то Кольченоги Клееночка Была Правда На столе Но так Всю жизнь Не была Эта зеленая Клееночка Там порвалась Потерлась Бедно Жили А напротив Домик Мой товарищ С которым Я в школе Учился Очень хороший Собственный Домик Очень хороший Благоустроенный Из хорошей Семьи Мы подружились И я там Бывал У меня Кроме Чувства Радости Бывать в этом Доме В этом Уюте В этой Красоте Какие-то Картины Трюмо Зеркало Эти Занавески Прекрасные Кафельная Печка И мне там Было всегда Хорошо Очень хорошо И я думаю Могла ли у меня Мелькнуть мысль Что вот Кирилл Живет так А я живу В своей пустой комнате С мамой Папой И братом Была ли такая Мерзкая И подлая мысль Не было Ну это же Это же Это же Ученый Он получает Все по заслугам Он сделал Что-то такое Невероятно Интересное Его высоко Ценят В том числе И материально Этот наверное Я-то думаю Что этот наверное Хапает И берет взятки Наверное Отвратительная Личность Я хотел Вот так Парадоксально Показать Это явление Многие могут Сделать мне Упрек И упор На то Что Иксевич А все-таки Он правильно Говорит Неравенство Да Но надо смотреть Какое То ли это вор Который тащит себе В дом Неравенство И у него Черт знает что Хотя он работает Каким-нибудь Работником Понимаете Не буду называть Какой сферы Деятельности Это одно А другое Значит Когда человек Заслуж А ведь это Зависть Вот к людям Которые Достойны Никогда У меня не было Лично У меня О чем Почему я говорю О себе И я бы хотел Чтобы у людей Этого не было Виктор Сергеевич А вот Как вы относитесь Сами К такому финалу Рукоприкладства О Вопрос сложный Вы задаете Понимаете Вот в чем беда Что эти люди Выводят из себя И человек хороший Делается тоже В данном случае Агрессивными Что тут делать Но мне этот удар Хотелось нанести Мне это хотелось Хамов Хамов И вы посмотрите Ну не просто Что их надо Проучить А мне нравился Психологический ход После того Как ему дали Как следует Да что ты Что ты Я ведь так Просто Бежит Друзья Заходи Вот это понимаете Шушара Это ее психология Меня интересует Психология Этой шушары Когда их бьют Они тут же Моментально Тебе улыбаются Второй вопрос Как сопоставить Вот то что вы сейчас Говорите С тем что вы говорили В отношении Героя хозяина И то что вы сказали Что вы бы ушли Это разные вещи И потом Это разные характеры Я не могу Из пьесы в пьесу Писать один и тот же характер Хотя ситуации Могут быть похожими Нет я имею ввиду Что и тут И тут имеют место Так сказать Безкультуре Антиинтеллигентность Какая-то Да и во второй капле В заступнице тоже Я как-то Вот это мне все Не нравится Все это меня Лично задевает И я Как-то об этом Пишу Стараюсь Чтобы это видели Мне кажется Что капля Интересно Будет воспринята Интересно Мне вообще Будет интересно Если пойдет Почта Зрительская Как эту каплю Воспримут Ну что же Товарищи Давайте сейчас Мы сделаем Вы наверное утомились Я немножко Давайте сделаем Небольшой перерыв Прежде чем Перейдем к следующей капле Согласны? Согласны? Согласны Согласны? 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 Ну вот Перерыв закончен Я снова рад вас видеть И мы хотим предложить вашему вниманию новую каплю Называется праздник Это как бы нас возвращает в первую каплю хозяин Те молодые люди, которые, так сказать, хотели пробиться в ресторан И казалось, такие милые, и так швейцар к ним отнесся Грубо, резко А посмотрим на них А что они-то? Ну вот Так Так А ты не зря нашего Барбоса поставила? Ведь кокнут Пусть красуется Пускай красуется И серьги прицеплю Правильно Надень галстук поярче, всё-таки молодёжь будет Да, да Ты знаешь, я, пожалуй, капельки приму Жмёт? Да нет, просто профилактически Вот ты, не пей Ну что ты, лёбочку коньяку обязательно хлопну Ну такой случай Вкуснотища, а Прямо слюнки текут А знаешь, я хитрый Я за обедом ничего не ел специально Ну схвати кусочек ветчины Нет, 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 я потерплю, потерплю Вот Ну я думаю, ребята будут довольны Ты знаешь, у кофточки вид какой-то мятый Ну что же Накинь на плечи свой шикарный плоток Идея Так Ну вот Ну цариса, таких теперь не бывает Петя, умойся и переоденься Скоро гости придут Нет, я ухожу Куда? Куда ты уходишь? Ну что, мужичка Все, все, живо в холодильничек Ой, мамуль В синюю эту ваточку Так, ну что, мужичка, как же, а? Папа Все, ты хлебушек фирменный порежешь? Порежу, порежу Петька Я скажу, у меня физика не сделанная Куда мой портфель засунули? В той комнате у комода Оставь себе, мам Слышишь? Раз Видела я гостей, что ли? Моя сестра не каждый день диссертация Вот-вот Да все одно Сначала будут такие интеллигентные Сю-сю-сю Потом каждый что-нибудь умное изрекать начнет А через часок-другой надерутся И похабные анекдоты рассказывать начнут Ты гляди, а? Откуда ты взял? Вообще, когда это было, лоботряд? Да ладно, не делай наивные глаза О, ну, Петя Между прочим, я тебе говорила Ты ребенке язык Распускать не надо Так ведь растет, растет, дурачок Ну, я к пузырелу У них и заночую Пишите По-моему, два лишних Двенадцать нас двое А здесь шестнадцать Так еще Дина Сергеевна и Андрей Иванович Да Да Господи Петька и тот догадался Не знаю, неужели они что-то? Сами не понимают? Будут совершенно чужие люди Тише, муточка, тише Почему тише? Я очень люблю и папу и маму Ну, согласись Здесь они совершенно ни к чему Рассядутся, ну что Все будут только смущаться А папа вообще После первой жирюнки Начнет вспоминать Какой он партизанин Свои восемнадцать мальчишеских лет Это так всем интересно Прямо по сотому разу И мама будет всех пичкать Что она думает, что наши гости Из деревни приезжают? Нет, ну все верно Оно ведь, понимаешь, неудобно Как это неудобно это? Понимаю Дураки мы с тобой все-таки Вот помнишь в прошлом году у Гоги Когда отмечали докторскую? Ну, помню Помню Так он родителям-то своим Достал билеты в театр Современник, между прочим Знаешь, как они довольны были? И все счастливы А ты? А что я? Ну, сообразить-то, ну можно было? Ой, какая ты шляпа прям Ну, не знаю, ну в консерваторию бы взял билеты Они не туда бы пошли, с удовольствием И вообще, почему они не пошли сегодня к Алексею Игоревну? Господи, ну пожалуйста, тише, музычка, тише Вот, бабка у нас прямо на все руки Посмотрите, какие изящные ломки Ребята, я вас только прошу, не разбейте барбоса Спрячь вы, если жалко, положу в сундук Ну ладно Музычка, не жалко, не жалко, я ты просто так сказал Значит, ребята, ты, значит, со Степановым сядешь здесь Тут гости, а вот здесь, значит, с мамой наши места Мы будем с краешку Со стола не вскакивайте, мы все сделаем сами Как? Вы что, не идете к Алисе Игоревне разве? У меня же день рождения сегодня Или нет, подожди, завтра я буду Музычка, мы твой праздник не променяем даже на нашу милую Алису Игоревну Папка Вот так вот А я бы и не обиделась, правда, и очень бы даже вас поняла Ну конечно, что наши гости какие-то чужие вам люди Ой, а это Алиса Игоревна, это фронтовая папина подруга Мама Ну конечно, будут все свои, все ваши Пьется в тесной печурке, огонь Ну ладно А вообще, я очень рада, что вы будете с нами Мы тоже Андрюша Ты куда заложил мои туфли? Я же их приготовила Туфли они там прямо около дивана стоят Я их не вижу, Андрей Сейчас я тебе покажу Ниночка Нина, ну что с тобой? Что ты? Вдруг ужасно закружилась голова Ну присядь Знаешь, по-моему, Нина Сергеевна догадалась А чего я такого сказала? Позови их Ой Мам Вы чего? Да я с тобой здесь по поводу Вдруг как-то, знаешь, ударила его отсюда Знаешь, у меня как-то тоже так бывает Именно как-то сразу и тоже сюда Сюда Нина, я тебя прошу, миленькая, ну Нина, успокойся Муж, побоюсь, ну что Нестерпимая боль Ну хочешь, я тебе петерчатку дам? Мне где-то петерчатка Если я тебя прошу, ну Ну Ничего пройдет Ну иди Ну иди Попросядь Ну Ну, успокойся Немножко легче стало, да? Чуть-чуть Ты иди, Андрюша Музе и Степе помочь надо Ничего, закуска там на столе, пускай пока закусывают Ну Полежи Нинечко, полежи минут двадцать и все пройдет, все будет хорошо. Я тебя прошу Дорогая, милая, хорошенькая и умненькая наша Муза Андреевна Два слова, в вашу честь. Всего два слова. И почему два? Потому что тысячи их вы уже слышали на своей защите. Ваша диссертация дорога нам тем, что в ней затронуты такие тончайшие и глубокие нюансы человеческих взаимоотношений. Уловить, учуять которые... Нет, нет, нет. Может только женское, тонко вибрирующее от малейших... Женская нагрузка. Вы барометр нашего времени. Термометр. Я иду на код. И пока существуют в мире такие приборы, мы можем спать спокойно. И поэтому с чистой совестью и с ясной душой мы можем... Выпить! Выпить! Так. Послушай, пожалуйста, что пишет ученица седьмого Б, госпожа Изюмова. Вот. На берегу реки колхозница доила корову, а в воде отражалась наоборот. Это она тебе свое остроумие на показ выставляла? Не исключено. Совершенная бандитка, но одарённая исключительно, особенно в математике. А вот ещё первым. Они теперь все развитые. К сожалению, нередко в одну сторону. Вот ещё. Огуречников Павел. Под аплодисменты присутствующих молодая доярка сошла с трибуны и на неё взобрался пожилой колхозник. Как тебе это нравится? Подойди ко мне. Что? Сядь. Дурачок ты. Это почему же? Ты мне эти шутки лет пятнадцать тому назад рассказывал. Я уже успокоилась. Мама, где огурчики я покупала? В холодильнике. В нижнем выдвижном лотке. А вы чего решили к нам не идти? Знаешь, мы устали как-то сзади. Вы там без нас всё найдёте? Найдём, найдём. Отдыхайте. Замаялась, я же понимаю. А голова твоя? Спасибо, лучше. Не страшно. В холодильнике внесли, лотки, огурчики там лежат. И дальше пойдёт. Друзья, друзья. Минута. Пока вы ещё способны слушать, я предлагаю выпить за верного помощника музыки. За друга. За незримого соратника, который... Ну и так далее. За Стёпа! За Стёпа! 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 Вот это наш полулинительный. Стёпа! Горько! 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 Если нет, то нет. Я с середины не признаюсь. Ты идеалист. Я не отрицаю. Идеализм порождает жестокость. Жестокость начинается с идеализма. Возьмём христианскую религию. Как она возникала? Как протест против варварства и насилия. А потом сама утверждала Бога огнём, мечом, виселицей, костром. Я просто ненавижу идеалистов. Ненавижу стопроцентно добрых, чистых, честных, всегда преданных своим мужьям и жёнам. И, главное, всегда знающих, как человек должен себя вести. Именно они заражены самым страшным пороком. Присвоением себе право судить других. Нужно уметь прощать слабость. А что, нет? Нужно уметь прощадать и не казнить. А они изгоняя, искореняя, ату его, да? Ату это про тебя. Лично мне всегда вообще защитник, гораздо симпатичнее судьи. А уж особенно прокурора. А ты много нас судилась? Тихо, тихо. А я ценю прежде всего выдержку. Володенька, выдержка это броня и оружие. Будьте выдержаны, как этот пёс, который с каким-то непонятным превосходством смотрит на всех нас. На вечную верность. Вот так. Какой прекрасный сентименталист, товарищи. Главное, никогда не надо обещать, связывать себя на верность. А потом хвост дугой и ищи свящих. Где твои клятвы? А потому что пришло новое чувство. Свежее, крепкое, ничего уж тут не поделаешь. Ребята, это, конечно, цинично. Но когда я завожу какую-нибудь заводилу в курсе, сразу предупреждаю, без обязательств. Без обязательств. Получается прелестно. Эту собаку подарил мой папа маме в день серебряной свадьбы. О, я снимаю все свои пошлые подарки. Николай. Да, раньше умели любить и чувствовать глубоко. Ой, как? Как? Нет, нет. Правильно, правильно. Почему? А где они? Они в гостях у папиной фронтовой подруги. Они служили в одной батарее у Алисы Игоревны. День рождения. А красивое у них было время. В одной батарее. Да. Звучит. Звучит. Вьется в тесной, в печурке огонь. На поленьях смола, как слеза. И поет мне в землянке гармонь Про улыбку твою и глаза. Про тебя мне шептали кусты В белоснежных полях под Москвой Я хочу, чтобы слышала ты Как тоскует мой голос живой Ты сейчас далеко, далеко Между нами снега и снега До тебя мне дойти нелегко Они неплохие ребята Просто иные И мы никак не можем с ними смонтироваться Ты голоден, поди поешь что-нибудь Да нет, чепуха, чепуха Ты знаешь, перегорела у меня все А ты, наверное, хочешь есть Да нет, я пока готовила Схватила того, другого, третьего Как раз это Смешно И после такой Грустной песни Смех Ты знаешь, Андрюша Я разделяю точку зрения Руссо Цивилизация не способствует прогрессу Да 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 Я с подозрением отношусь к цивилизации Потому что она порождает чертей Любопытно, любопытно Конечно, черти и до этого были Из-за них-то она и возникла Эта цивилизация В борьбе, так сказать, против них Но вместо одной дьявольской силы Возникает другая Мне даже желательнее Черт с копытами и рогами Чем черт в пиджаке Ведьма в ступе и с помелом Чем в модной юбочке В туфельках и сумочкой через плечо Вот я смотрю на него или на нее И думаю, это человек А это черт или ведьма Вот я и попалась Я и в дураках А были бы копыты помело рога Сразу видно Иночка Ты очень расстроена Откровенно говоря, да Чем горячее мы их любим Тем они к нам безжалостнее Слава 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 Я не понимаю Я понимаю тебя Секот уже Что вы Ой, ну Ну, ну Ты не расстраивайся Это к счастью Разбить собаку Это самое большое счастье Ну Ладно Ну Докторский Будет защитить Докторский Квартиру из трех комнат Ну Будем расстраиваться В день праздника Ну Правильно По-моему, они разбили барбоса Нет Что-то металлическое упало Нет Нет Они разбили барбоса Допустим Бывают и пострашнее события Я даже их понимаю У мамочки Большая радость Большое событие Успех Андрюша Андрюша Они звереют Они звереют Они звереют От этих своих успехов Они ничего вокруг не видят Ничего и никого Им только успех Подавай успех 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 Ну посади со стол Отца и мать На десять минут А потом гуляй Торжествуй вампир Ты понял Что они нас не хотят Не хотят Мы им не только не нужны Мы лишние Мы им в тягости Мы любим их Какой-то звериной Зоологической любовью В ответ Ку-ку Какой тут Мамочка А где у нас щетка и совок? Мы разбили тарелку Около мусоропровода Все очень довольны Ужасно весело Все очень довольны Ужасно весело Степа Степушка Милый Там в кухоньке где-то Лежит веник И совочек Принеси Звучит Ура Маскони Полapped Звучит Около мусорком ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ подыхать. Мы еще до пенсии не дожили. Подождем умирать. Жалко, что мы к Алисе Игоревне не поехали. Я бы с ней в шахматы сразился. Как она меня выставила. Ну, хорошо, хорошо. Сыграй со мной. Нет, ты плохо играешь. Ну, я напрягу все извилины. Да нет. Когда я с тобой играю, я на тебя злюсь. Ну, давай попробуем. Давай попробуем. Давай попробуем. Товарищи, совсем так он вчера устакал замечательный анекдот. Он несколько... Разговариваем. Французы, американцы, русские. Уже. Позырю мы с Верхнего Тагилы родня приехали. Места нет. Товарищи, пришел мой брат Петя. Здравствуй, Петя. Какой правый парень. А учишься по Дени Ахтика. Петенька, учиться обязательно прошу нас. Хорошо. Если бы ты смог учиться после школы, в армию пойдешь. Петя, а сколько тебе лет? Какой большой? Садись, 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 Петя. Жених. А родители? Они ушли к Алисе Игоревне. Нет, именно жених. Петь, небось девочки уже есть. Петя, рюмочку. Давай, рюмочку. Да ничего, они сейчас с пятого класса. Так акселерация. Шампанского ему налей. А может быть коньячку? Я не знаю. Я пью только вис. Слушай, а у меня как раз дома есть настоящая белая лошадь. Давайте, Петя, еще есть. Петя, еще есть. Давайте, давайте. Чего еще? Чего еще? Луку, луку, луку. Нет, спасибо, ясно. За детей. За детей. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Теперь это самое главное, прирост населения. Ничего страшного, счастливый. Ребята, за вас производство. Как вы тут? А что тут особенного? А муза сказала, что вы ушли к Олеся Игоревне. Да. Субтитры создавал DimaTorzok Да нет, спасибо, меня у Позырёвых обкормили, спать хочу. Только мы с Позырёвым собрались в лесе, к ним родственники приехали. Из Верхнего Тагила. Валиваются так трое. Чего-то покупать приехали. Ты где, ложись? Угу. А вы? Ну, ещё немножко плечи посидим. Музе, надо помочь посуду помыть, убраться. Да-да-да. Непонятные вы люди. Ну, ваше дело. Уф. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Виктор Сергеевич, а как Вы сами расцениваете поступок Музы? Ну, я расцениваю, ну, если так уж сказать, отрицательно. Ну, как же можно так? Правда, я так вам скажу, у нас всегда было целые стайки у сына, потом у дочери. Это приятно с ними быть. Но только так, когда я не нужен, нет, я исчезаю. Это очень важно. Но такая, в общем, где-то наглость, что не пригласить к столу просто хотя бы ненадолго. Они, может, сами ушли. Они же вот стол накрывали, готовились, она защитила диссертацию. Такая радость. Это и семейная радость. Вместо этого лучше посидите в той комнате и не высовываетесь. Ну, это ужасно. Это ужасно. К сожалению, это явление тоже есть. Им обижаться не стоит, потому что они так воспитали. Вы знаете, я думаю, что они, наверное, воспитывали хорошо, но, может быть, перелюбили чересчур. Может быть. И, кроме того, не знаешь, как тут, где меры, где грани. Ну, и сама уж так взрослая, уж кандидат наук, уж как-нибудь могла бы соображать, как бы ее не воспитали. Тут тоже надо, понимаете, что же ей все рассказывать, как надо вести себя. С возрастом человек все должен понимать сам. И очень рано. И очень рано должен понимать. Но я думаю, что с 15-16 лет он должен понимать, как себя вести на людях. Нет, я это не разделяю, что они виноваты. Да, братишка понимает. Да, и такой славный парнишка. Видите, он как все сообразил. Ничего не говорит, а не сообразительное, конечно. Нет, нет, это нехорошо. Это нехорошо, это жестоко. И не надо мне ее диссертации. Не надо. А то она больно умная будет. Я слышал о таких явлениях. Мне показалось, это как-то необычно и непонятно. Теперь я увидел, по-моему, это вообще страшно. Страшное очень явление. И вот как вы думаете, вообще, как можно помочь этим людям? И тем, и другим. Какой выход может быть? Видите, я со своей стороны могу это показывать. Вот при помощи товарищей режиссера, актеров, телевидения. Показывать это. Потому что очень важно явление показать и назвать, чтобы его видели. Это очень важно. Ну, а других методов, ну, я не знаю, как. В семье в своей ты должен управляться сам. И никуда не выносить свои, понимаете, семейные обиды. Я получаю очень много писем. Вы знаете, дети жалуются на родителей в газету. И родители жалуются на детей в газету. И вы знаете, как много этих писем. И домой мне приходят и пересылают мне газеты. Вот один раз я отвечал, сравнительно, не так давно. Отчаянные письма. Взрослых детей. Не маленьких, а взрослых. Родители заели. И наоборот. Ой, какие тяжелые письма. Вот как? Ведь понимаете, как нам всем, вы говорите, бороться. Но я не очень люблю это слово. Я уже вам говорил, бороться. Как нам помочь? Как нам помочь в этом деле? Мне все хочется показать человеческие чувства, которые человек желательно, чтобы он их сдерживал. Вы знаете, на то он и человек. Учитесь властвовать собою. У каждого должна быть претензия к самому себе. Какой ты? Вот у вас есть такая статья, которая называется «Пьеса состоит из автора». Да. Вы вот эту фразу можете об этой пьесе сказать? «Пьеса состоит из автора». Конечно. Это моя боль. Это моя боль. Пьеса состоит из меня. А как же? Это моя личная моя боль. Когда я вижу, у меня так сложилось дома вполне прилично. А когда я вижу других, переживаешь, сопереживаешь, сочувствуешь. Поэтому, конечно, пьеса состоит из автора. Скажите, пожалуйста, вот странный несколько вопросов, может быть, будет. Вы всех ваших персонажей, так сказать, ну не слишком, так сказать, красивых в нравственном отношении, вы их несколько отстраненно, так сказать, описываете? Что вот вы, а вот ваши персонажи. Если вы замечаете, то эти отрицательные персонажи иногда и довольно часто говорят очень умные вещи. Вы обратили внимание на это? Да. Потому что я не хочу их чёрной краской по мелом, понимаете, малевать. Мне хочется показать их человеческие черты. Да это хуже. Поверьте, это хуже. Надо давать человека. А он всегда состоит из разного. Да. Я хотел ещё за счет у вас сказать, что в каждом из нас находится в той или иной мере вот каждый из этих персонажей. Даже намного больше. Просто мы об этом не подозреваем, но на самом деле это так и есть. Да, конечно. Я человек, ничто человеческое мне не чуждо, сказано ещё. В древние, весьма древние времена, я человек, ничто человеческое мне не чуждо. Всякое во мне может быть. Всякое во мне может быть. Вы знаете, человек так устроен. Но я вот писал эти капли, почему ещё очевидные? Я вот об этом даже писал, что я за свою жизнь, очень нелёгкую жизнь, я видел столько участия человеческого. Столько участия человеческого участия, что меня особенно это ранит всё. Может быть, именно потому что я так много видел. Столько людей прошло, так сказать, ну что ли не... Я прошёл мимо стольких людей, со столькими встречался, столько они мне дали эти люди. Вот я приведу только один пример. Я, по-моему, я не приводил. Меня привезли тяжело раненого во Владимир. Всё бомбят, там сначала в Вязьме лежали на земле, потом вагоны, теплушки. Значит, мне говорят, ногу опутировать вам выше колена. Я говорю, конечно, пожалуйста. И маску положили на лицо. И я стал считать, говорят, считайте там до 10, до 20, но я до 3 досчитал. Раз, два, три. Я так был измочен, из меня всё вытекло. Вы не можете себе представить, у меня были трубочки костей. Никакого мяса не было. Я такого не видел человека. Только самого себя видел. Трубочки костей. Только вот эта нога, так как гангрена, образовалась вот такая нога. А это ручки. Ай, невозможно. Вот, значит, вам опутировать. Я говорю, пожалуйста. Проснулся я в палате. Всё хорошо, помню. Такие вещи не забываются. Тихо. Зелёное одеяло красивое. Значит, и сидит врач. Как вы себя чувствуете? А я так глаз скосил, ноги-то нет. Есть? Есть. Лежит что-то большое, круглое. Я говорю, а нога? Вы знаете, я решила спасти вам ногу. Может быть, удастся. Вы что хотите? Я говорю, пить. На быстрый пить педагог. Он говорит, есть хотите? Я говорю, да. А ведь голодные. У вас сколько суток с фронта везли, в общем, ничего нет. В теплушках, под бомбёжкой. Значит, я говорю, а что бы вы хотели съесть? Я говорю, ну, так, в шутку, собственно, я говорю. Вот бы хотел пирожков с мясом. В те времена вы не представляете, что это пирожки с мясом. Это как сейчас. Я даже не знаю, что сейчас. Да. Вот. А, значит, и компот хочу. Проснулся утром, и у кровати стоит эта Мария Ивановна, доктор, и держит в руках тарелочку с пирожками и компот. Я же рядовой, я же никто, их тысячи тут. Вы понимаете, это лечит. Это лечит. Человеческая доброта, человеческая щедрость, отзывчивость, она лечит, как не знаю, какое лекарство. Что вы? Я даже заметил, тоже писал об этом, что когда дежурят хорошие няни, хорошие сёстры, больные реже умирают. Когда дежурят сёстры формальные, раздражительные, и няни тоже, умирают чаще. Это замечено не только мною. И именно сначала не мною, я потом это проверил. Знаете, так что, поимейте это в виду, всегда, всегда оказать кому-то участие, внимание, ласку, что-то сделать доброе, это самое великое дело, что-то... Для чего жить? Для того, чтобы помогать жить другим. Ну что же, друзья мои, вот я с чувством сожаления с вами расстаюсь, потому что было очень приятно с вами сидеть. Ваши лица людей заинтересованных. И это всегда приятно. Я понимаю, что все проблемы, которые вот так очень... Немножко этих проблем я затронул, вас где-то тоже задевают. Всего доброго. Счастливого вам. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok